Вопрос к вам федеральный. Хотела бы у вас как бы опытного политика в российском интернете в каком-то. Сегодня Генпрокуратура сообщила, что Россия в своей истории подала межмунистическую жалобу Геннадий СБЧН на Украину по статям нарушения Европейской Конвенции в связи с событиями, произошедшими с 2014 года. Там и события на басе людей, и претензии о путках заключенных, и в том числе претензии по ходу перебытия северо-крымского канала. Вот ваш комментарий хочется. Опыта в политике человека к чему-то может привести к каким-то последствиям и какое значение иметь? Вы, Зерёва, коллеги, подскажите, я не... Украина. Я не уловил. Если можно громче скажите, повторяйте. Прямо суть вопроса. Можно я тогда взять микрофон на крышку? Сегодня в своей истории России подала межгосударственную жалобу в ГЕСБЧ. Жалоба это на Украину, на события, произошедшие с 2014 года. Это претензии по гибели людей, по кунткам, по нарушению 10 статей Европейской Конвенции, по нарушению прав человека и в том числе по перебытию северо-крымского канала. Ваш комментарий как опытного политика, какое значение имеет такая жалоба для России? Может быть, вы как запутат Госдумы как-то можете поддержать или наоборот протестовать против этих действий? Но если я правильно понял, вообще в позиции ГЕСБЧ и все это, знаете, я по-простому скажу, кто на них? Суки это кто? Те, которые нас обвиняют и призывают, чтобы признали на полы браке? Ребята, очнитесь, вас скоро не будет. У вас и так, если Европы, значит, мусульмане только они. Да, и вы нас еще будете учить, и когда они какие-то нам пытаются обвинить в том, что происходило в 2014 году, когда была Крымская весна, у нас не должно быть никакой реакции, потому что у нас есть Конституция, и если вы обратили внимание, мы специально внесли изменение в Конституцию, где говорится о том, что у нас главенство Конституции, в том числе, если мы участники международных соглашения, международных договоров, и если они противоречат Конституции, главенствующие роли за нашу Конституцию. Вот и все, поэтому наш ответ. А, мы обвинили, простите. Ну, а здесь, конечно, здесь нужно обвинить. То, что, послушайте, значит, Одесский дом пропсорит, мы никогда не просим. Сошли заживо людей, делают вид, что так и надо. В 21 веке, в целье Европы. То, что там бандерасы и большинство пришли к власти, конечно, мы это не простим. И претензии наши абсолютно справедливые. Я просто, простите, не расслышал, почему так, вот, видимо, национально говорили, что я не слышал. А Россия, за что обвинять? Руководство Украины, только и Украину, да, как государство, потому что наши братья-славяне там абсолютно не виноваты. А то, что сейчас руководство Украины, которое в покупку американскую и европейскую пытается присать, не знаю, что пока или что, плохо у них это получается. Поэтому то, что отвечать придется, я это, кстати, публично говорил, рано или поздно народ продлежит, народ поймет, кто у вас не находится, и нужно будет отвечать, и за Майдан нужно будет отвечать, из убитых людей, расстрелянных, снайперами, значит, в Киеве. За все это, конечно, надо отвечать. Давайте. Саня Михайлович, вопрос по-другому для Севастополя, для Крыма. Спустя 7,5 лет, после крымской весны, сюда все еще не приходят крупные российские компании, торговые, банки, страховые компании. Чем руководствуются, руководствуются эти компании? Руководствуются сволочными, корыстными интересами. И по-русски говоря, довольно-давно нужно дать венка. Потому что, что стесняются-то? Сбербанк, ВТП, вот арофлот летает, правильно делают. А этот, что стесняются? Более того, я хочу обратить внимание, мне непонятно вообще позиции государства. Это государственная структура, это несчастные лавочки. Вы чего, значит, Крым есть, был и будет наш, ребята. И все. И надо здесь открывать сериалы, надо здесь работать. И я абсолютно убежден, что в ближайшем будущем такие люди. Потому что я не случайно сказал, что там не нужно говорить про выгоду. Нужно, знаете, как у нас, в России, в России, в России, в России, не должны занимать какие-то простые проводи вообще. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.